Ну еще не все сказал. Вот смотрите, кто меня хочет слышать. Это, я надеюсь, важные вещи. Я о современности говорю только о хорошем. Я не собираюсь никого ругать, критиковать. Вот, негатива и без меня хватает. Итак, свежая новость. Спасли грудного ребенка, спасла стюардесса. Вот, ребенка грудного в самолете остановилось сердце. Их там было пять или шесть стюардесс, красавицы все. Вот, одна стала героиней, она делала искусственное дыхание и сердце заработало. Вот, и ребенок дальше вне опасности. Решено наградить всех стюардесс. Вот это правильно. Почему? Иногда мне кажется, друзья, хоть это не по теме, что они женщины, они матери. Может быть, там кто-то был будущей матери, может там кто-то, девушка была какая-то, но в основном матери. Умирал ребенок, он фактически умер. Представляете, они окружили его, да. Это их любовь, тревога. Их волнение. Волнение страшное, необыкновенное. Умирает, уходит жизнь младенца. И вот, что хотите думайте. И думаю, а как, может, там догадались, когда наградили всех пять или шесть? Решили наградить. Не только ту, которая непосредственно делала массаж. А мне кажется, что вот эта аура и спасла. Вот, что хотите со мной делать? А почему тогда шестерых награждали? Ведь они вроде бы только стояли рядом. Ребята, они не стояли рядом. Они не стояли рядом. Я вот сейчас говорю с вами, у меня слезы в глазах стоят. Это было чудо. Чудо женской любви. Вот. Это первое, что я хотел сказать. Это, так сказать, не мог не заметить этого. Вот. Всякое бывало в жизни. За рулем обычно едут мужчины. Как правило. Может быть, и сейчас. Дальняя дорога вряд ли больше. Одной женщины на 20-30 мужчин. И вот эти мужчины едут по дороге. Стоит мороз. Дикая метель. Ломается автобус. Вот. Люди выходят голосовать. Целая толпа. Вместе с маленькими детьми. Они замерзают. Стоят такой кучкой. Вот. И замерзают. И мимо проносятся машины. Я тут же попробовал такую ситуацию померить на себе. Да. Они не успели замерзнуть. Их подобрал мужчина. МЧСник. Скажет, ну правильно, это его долг. Да, это его долг. Он давал присягу. Он не подвел. Он был гражданским. В данный момент он был гражданским. Он был не на работе. Он их спас. Я представил себе на его месте. Вот я еду, да. Я не МЧСник. Я присяге не давал. Вот. У меня машина рассчитана на 700 килограмм. Я бы посадил рядом бы, наверное, одного. На заднее сиденье. Сказал бы, самых мелких на заднее сиденье. Ну, пятеро бы влезли точно. Так. Но это еще не 700 килограмм. Потому что мелких самых на заднее. И какая разница. Пусть тонна. То есть еще. У меня большого этого. У моего Ларгуса. Многие на Ладу Ларгус может смотреть с прижением. Удобнее машины не встречал. Почему? Потому что такой багажник, что я в нем приходилось даже жить и ночевать. Ну, в поездках. Никакой трагедии. Просто в поездках. Вот. И туда бы троих-четырых затолкал бы. И тихонечко бы поехал. Прямо багажник бы плашмя, пластом. Вот. Ну, то есть я прикинул, человек 10 бы я спас от этого. Ведь МЧСник бы проехал. Еще бы 100 машин проехал бы мило. Если бы он не остановился. То есть речь идет о том, что у нас что-то нравственностью не то. Это похожий пример и приводил. Приводил ребята. Видели, когда на глазах всего года два подонка били человека. Поэтому женщины кричали. Опомнитесь. Не смеете. Мужики. Ни один не встал. А почему? Они не мужчины. Вот. Понятие мужчины это адреналин. Да, эти настоящие мужчины. Помните эти... Я эту тему как бы немножко раскрываю ширше. Нет, шире. Шершее. Вот. Эти деревни зима. Все занесено. Вот. Ассибирские деревни. Просто российские северные деревни. Вот. Сидят по домам. Работы нет. Дай бог прочистить эту дорожку к соседу. Вот. А потом раз. Хорошие погожие денечки. Все выходят. Обычно на лед. Потому что там как-то меньше... Там сдувает снег. Вот. И улица на улицу. Человек пятьдесят с той стороны, с этой. Адреналин играет. Сколько зубов выбивали. Сколько челюстей. Кончалось тяжелейшими травмами. Ну, что в горячах-то не это. Мужики все здоровые. Тогда же это был не планктон, как сейчас президент называет. Вот. И у таких мужчин, которые... Это добровольно. Да такому человеку дай возможность набить морду этим подонкам. Такая возможность представилась. А их стало пять-десять. И взмутозили бы. И сбили бы так, что это самое... Если бы там что-то бы осталось у них. Вот. Представляете? Такая возможность была. Никто не встал. Это такая действительность. Да, идут... Я говорю, вот пошел добровольцы. Полпроцента. Вот. Сбежали за границу от войны. 20 процентов. Наверное, я так думаю. Сами понимаете. А большинство трясется и ждет очередной мобилизации. Не дай бог, чтобы оно случилось. Значит, с чего надо начинать? Наверное, со школы. И так в школе вводят, так называемую, военную подготовку. Давайте смотреть, что такое военная подготовка. Кто охота подзаработать, любой военный согласится. Но нужен не любой. Вот представьте себе, что я, который служил всего два месяца, был на военных сборах. Вот. Немножко столчили ходить с троем. Дали раз стрельнуть из гаубицы. Вот. Вот вся подготовка. А, три патрона из, это самое, или пять из этого, из АКМ. И во время, еще лет через 20 после окончания института, еще раз дали поставить, да, три патрона. Это называется военные сборы. Вот вся подготовка. Ну вот я, меня, пока я еще, не будучи профессиональным военным, вот мне вдруг, судьбой говорят, вот это ваш класс, проводить военную подготовку. Ну, теоретически, представьте себе, что я умею собирать и разбирать автомат, хотя уже не помню. Так. Вот. Но я зато хороший охотник, и это, стыдно хвастаться. Вот. Я все-таки умудрялся, когда не было мяса, добывать сам. Ладно. Но тут все-таки оружие посерьезней. Вот. Но я бы начал. Ну? Догадались? Ну, пожалуйста. Ну. С одного раза. Ну, хорошо, с пяти раз. Ну, да я бы начал обучение с двуствольного, гладкоствольного оружия. Почему двуствольного, это, гладкоствольного? Самый распространенный. Видишь, 59, то 34. Горизонталка, вертикалка. Вот. Я бы из дома принес эти ружья свои, которые, я знаю, как пять пальцев. Я бы сказал, ребята, если вам и придется воевать, то боюсь, что на фронте вам уже не побывать. Фронта как такового не будет. А будут городские уличные бои. Вот. Какое самое страшное оружие в уличных боях? Вы думаете, это самое? ЭКМ? Нет, ребята. Ему быстро патроны кончатся. Вот. А у меня два-три солях лежат. Сотни гильз. Вот. Мне только пороха свежего прикупить. Свинец. Давайте сам, дробь, кортеч. Только прикупить свинец, и я это. Как-то фронт, если вдруг хуже станет. Но я же говорю не только про Сибирь, про Савногорск. Здесь тихое место. Ну, извините, есть еще Варянская область, Воронежская область, Смарянская область. Дальше говорить? А, не надо, а то напугаем. Вот. И каждый мальчишка должен уметь. Лучше, если это отец. Нет. Это школьный преподаватель военный. Начинаем с охотничьего дробового оружия. Улица города. Страшнее ничего не знать почему. Открываю. Женщины вообще этого не знают. Я бы и девочек бы научил. Вначале парней, а потом, а, парней больше учить нечего. Ну, давайте берусь за девчонок. Вот. Главный секрет открываю. Знаете, что это за оружие? Чем оно страшно? Вот. Вот. Особенно, если это картечь, если это крупная дробь. Сказать с него целиться не надо. И учиться не надо. Вы только берете, направляете в сторону предполагаемого противника. Девочки, зажмуривайте глаза. Только не забывайте прикладом поплотнее прижать плечо, чтобы его не выбило от удара, от отдачи. В сторону противника. Закрываете от страха глаза, нажимаете на курок. Готово. Противника нет. Вот. А когда-то стихи помню капитана Врунгера. Вот. Для того мне нравилась его книжка. Приключения капитана Врунгера. Врунгера. Поняли, да? Вот. Сидела птичка на лугу. Подкралась к ней корова. Схватила птичку за ногу. Птичка, будь здорова. Так вот. Зажмурилась девочка. Нажала курок. Вот. Либо плечо не выбило. И выстрелила. Все. Вот. Итак. Я сказал, чтобы это не было сильно трагично. Я рассказал это полушутя. Но если серьезнее относиться. Первое. Научиться дробовом оружии должен каждый мужчина-охотник. Как смазать его. Чтоб все было. И шомпал. И оружейная смазка была. И разобрать. И собрать. И в каждом доме запас боеприпасов. Рассчитанный на часовой лучший бой. Хотя бы. Вот. Почему? А поймете, когда это случится. То, чего может случиться. Я надеюсь, этого никогда не случится. Но пока-то обстановка. Чем дальше. Чем сложнее обстановка. Тем. Это мало нам этих самых. Тех, кто придет из-за рубежа. У нас там мало своих подлецов. Бандитов, воров. Вот. Изнасиловал, убил, отсидел. Изнасиловал, убил, отсидел. Вот. Сколько у нас в стране. Им только дай повод. Они за нас быстро возьмутся. Итак. Каждая семья должна быть защищена собственным отцом мужчины. И взрослыми детьми. И подростками. Вот. Лучше начинать со школы. Дальше идет обучение. После дробового оружия. Обучение автоматом Калашниковым. Это обязательно. Потом что? Потом. Так. Самое интересное. Знаете, кто мне сейчас звонит? Один из тех, кто имеет прямое отношение. Спецназ есть настоящий. А может, я не буду отключаться? Алексей Юрьевич, привет. Рад слышать. Так. У меня включена камера. На селе я начинал. Знаешь, Юрьевич, о чем я рассказываю? Я рассказываю, какая должна быть военная подготовка в школе. А ты же у нас спецназовец. И я говорю, я говорю, это должны спецназовцы. И ты звонишь. Вот ты понимаешь, как будто специально, чтобы на небе веревку дернули. Я рассказываю, как, что детей надо... Понимаете, дорогого стоит. Сейчас народу я даже не могу... Я плохо вас слышу. Ну, человек, наверное, около 200 есть посетителей со всех сторон едут. Ой, этот концерт у нас. Все так интересно, здорово. В общем, короче, виноградство продвигается. Это страшная сила. Слава Богу, что все это удалось организовать. И вот библиотека выставила ваши книжки. Ну, как, видно, не знаю, кто-то им подарил или где-то приобрели. Они вот сейчас люди подходят, спрашивают, где могут купить ваши книги. Что им не ответить? Я сейчас выключу. Вот это было на камеру снято вместе с моими лекциями. Вот. Твои слова. Я говорю, ты, Гроб, сейчас я выключу и включу по новой. Сейчас, секунда. Продолжение следует.